Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Слышно ли меня? Да. Меня видно? Да, видно презентацию? Да. Прекрасно. Тогда приступим. Времени очень много. Действительно, поговорим сегодня о мифах и реальности, что мы знаем об онкологическом заболевании. Сейчас, секундочку, переключать я буду вот так. На самом деле, сегодняшняя тема посвящена некоторому обзору тех аспектов, с которыми постоянно мы сталкиваемся в своей работе. Чаще всего, как ни странно, хотя сейчас вроде СМИ уже очень много говорят об онкологических заболеваниях, клинический психолог, консультируя пациентов, сталкивается с таким бытовым заглуждением, что можно задействовать опыт другого пациента в ходе своего лечения. Часто ссылаются на то, что вот у того человека это помогло, а мне вот это не назначили, и обобщают вот это бытовое понятие рак до такого единообразного представления о заболевании. И всегда, конечно же, мы должны прояснить эту ситуацию, что онкологические заболевания, их очень много, это целый кластер обширных и разнородных заболеваний, которые, безусловно, очень своеобразно лечатся, и имеют различные способы лечения и различные способы выявления. Но что их объединяет? То, что они всегда на себе системный характер, и так или иначе затрагивают все органы и системы человека. Однако вот эта общность, пожалуй, она в основном на этом и заканчивается. В остальном много времени клинического психолога посвящено разъяснению того, что онкологические заболевания имеют множество форм, очень по-разному проистекают. Второй устойчивый миф – это какая-то погоня за налаживанием мифического иммунитета. Как-то усвоено нашими обывателями, что иммунитет рушится еще на подходах к этому угрозному заболеванию до того, как манифестировало заболевание, и что его снижение не приводит к заболеванию экологическому. И, конечно же, это заблуждение, потому что иммунитет, переводящийся с латинского как освобождение, это, конечно, способность организма поддерживать свою целостность и биологическую индивидуальность, путем распознавания чужого, генетически отличающегося от себя чужеродных веществ и клеток. И иммунитет подразделяется на видовой, то есть рожденный и приобретенный, который характеризует каждого индивидуально человека. Но и вот этот самый приобретенный иммунитет имеет очень много видов. Он может быть как естественным, то есть результатом встречи с возбудителем, то, что мы сейчас с вами пытаемся наработать себе в отдельности и виду в целом. Например, иммунитет при столкновении с ковидом-19. А бывают искусственные. Когда нам предлагают вакцинироваться, это получается искусственный и приобретенный иммунитет в ходе иммунизации. Бывают активные, вырабатываемые и пассивные, получаемые. Бывают стерильные, без наличия возбудителя и нестерильные, которые существуют в присутствии возбудителя в организме. Например, герпес. Мы с вами с ним живем, сживаемся, мы от него не умираем. В некотором смысле иммунитет работает, однако мы все носители в той или иной степени в основном герпеса. Он бывает гуморальный и клеточный, он бывает системный и местный. Но еще и по направленности наш с вами иммунитет – это целая система разных подсистем. Антивактериальный, антивирусный, антитоксический, противоопухолевый и антитрансплантационный. Посмотрите, это целая большущая система, которая, кстати, по исследованиям не снижается при манифестации заболеваний. На ранних этапах онкологических заболеваний мы теперь с вами будем правильно употреблять окончание. Вслед за иммунитетом выступает третий, такой базовый миф в нашем сообществе, что все болезни от нервов. И тут, казалось бы, клиническому психологу можно было бы ухватиться и разгуляться, если бы только это не было некорректным представлением о сути вопроса. Потому что опять мы упираемся в идею, что вроде как стресс подавляет иммунитет. Ну, наши активные слушатели, постоянные участники наших школ должны уже помнить, что стресс – это тренировочная функция, которую профилактировать невозможно, и что в сущности каждый человек не может избегать стресса, но прекрасно с ним справляется. И даже бывает эостресс, да, это стресс, который мы переживаем в радости, в радостных событиях в нашей жизни. Однако бывает и дистресс, но мы с вами помним, что дистресс – избыточное эмоциональное напряжение, оно проистекает уже как следствие такого события длительного в моей жизни, как онкологическое заболевание. Так вот, стресс сам по себе не подавляет иммунитет, не является вообще подавителем иммунитета. Даже мы теперь с вами знаем, что речь идёт вообще не об иммунитете, а о той его части, которая относится к противоопухолевому иммунитету, который, конечно, есть у каждого человека, потому что все мы с вами поголовно являемся носителями этой самой атипичной раковой клетки или формируем микроопухоли, которые, впрочем, противоопухолевые иммунитеты и подавляют, и гибнут эти клетки, и рассасываются под воздействием этой системы. Однако, действительно, вот эта часть иммунитета даёт сбой. Непонятно пока ещё, чем именно она подавляется, однако выявлено, да, в психологические исследования выявили, что противоопухолевый иммунитет не подавляется непосредственно эмоциональной сферой. Об этом говорят множественные примеры, множественные исследования, исследования людей, психика которых непроизвольно, безусловно, подавляется в длительном периоде. Например, не все дети-сироты, проживающие в детских домах, не все заболеют раком. Не все женщины, тяжело перенесшие утрату у ребёнка или развод, болеют раком. Не все безвинно осуждённые болеют раком. То есть не выявлено, не выявлено такой зависимости, как противоопухолевый иммунитет и дистрессирующая нагрузка, и совершенно точно противоопухолевый иммунитет не управляется психикой напрямую. Скорее психика, эмоциональная сфера, отражает состояние нашего тела, в том числе начало заболевания и течение самого заболевания. Так вот, очень устойчивый миф о том, что психика управляет телом, то есть сомой. И это, конечно, обывательская подмена следствия и причины. И только что я сказала, и давайте ещё раз вернёмся к тому, что на самом деле все течения физические в нашем организме отражаются на эмоциональной сфере. Это в большей степени так, чем эмоциональный сбой управляет чем бы то ни было в нашем организме напрямую. То есть тут мы с вами путаем следствия и причину. Ослабление эмоциональной сферы и снижение устойчивости к рутинной стрессирующей нагрузке является косвенным показателем того, что неплохо бы обследоваться и поискать действительно причину для этого. Давайте помнить, что 90% внутренних процессов наше с вами сознание никак не может отследить. Это всё глубоко бессознательные процессы. Однако, когда физические параметры дают сбой, нечто влияет и на нашу эмоциональную сферу. Она бессознательно также может давать сбой. Итак, психика. От греческого психика, от душевной. Это свойство высокоорганизованной материи, которой является человек. И это некая особая форма отражения действительности внешней и внутренней. И ещё раз повторюсь, что 80% внешней действительности человек осознать самостоятельно или с помощью психолога может. А вот 90% внутренних процессов осознанию так и не поддаётся. И, в общем-то, нельзя этого от себя требовать. Психика – это особая форма отражения субъекта с нами реальности бытия и мира на уровне эмоций. Эмоциональный план – это такая физиологическая регуляторная функция, которая помогает человеку адаптироваться к течению своей жизни. И психика – это, конечно, непосредственная предпосылка сознания. Отсюда мы переходим к ещё одному устойчивому мифу, что мысль материальна. И это, конечно же, бытовой вульгаризм. Это перевёртыш научной теории цели и полагания. При всём желании я не могу задать себе параметр физического изменения одной только силой мысли. Но зато я могу осуществить свои намерения, о которых не думаю повсеместно, походя, избирательно. Ну, просто потому что, когда-то мне чего-то захотелось, я об этом настойчиво не думаю, но исподволь делаю череду выборов в своей жизни в сторону этого своего намерения. И вот в осуществлении своего намерения внешнего характера можно с натяжкой произносить слова «мысль» материально. Однако что происходит тогда, когда с этим постулатом приходит онкологический пациент? Человек не в состоянии за счёт эмоциональной сферы регулировать те базовые сбои, которые происходят на системном уровне организма. Но, думая, что он может это сделать, человек начинает наращивать в себе чувство вины, просто потому что берёт на себя избыточную ответственность. Мы помним с вами, что в ядре заболевания эмоциональная сфера и так страдает, человек и так становится уязвим, и во многом испытывает дискомфорт. И тогда вот эта ложная идея о том, что он ещё и должен отвечать за материализацию собственных мыслей, конечно же, может носить существенно ослабляющий характер. И это нам, конечно же, совершенно ни к чему. Туда же относится устойчивый миф о том, что кто-то может внушить себе здоровье. Произникает он из того мифа номер один, о котором мы говорили в самом начале. Люди, которые болели достаточно лёгкой формой рака, могут иметь ложное убеждение о том, что им за счёт своего хорошего настроения или позитивных установок удалось излечиться. Но наблюдения показывают, что, к сожалению, это не так. Самые прекрасные, лёгкие, оптимистичные, доброжелательные и позитивно настроенные, несмотря ни на что, люди могут иметь более трудное терчение болезни, включая рецидивы, распространённость заболевания, невзирая на вот эти прекрасные параметры. И также самые, может быть, невесёлые, пессимистично настроенные, склонные каким-то образом одолевать окружающих своими заботами и беспокойством, люди могут жить достаточно долго, просто потому что их онкологическое заболевание носит более условно-лёгкую форму. Ещё внушение здоровья часто проистекает от тех доброходов, которые пытаются отделаться от наших страхов для того, чтобы мы не причиняли им беспокойство. Такая попытка купировать реакцию тревоги у другого, она проистекает из конверсии страха смерти того человека, который наблюдает за страданиями заболевшего. Конечно же, не все люди обязаны быть устойчивы к этим наблюдениям и не испытывать самим. Это страх от просто наблюдения за ситуацией заболевания. И тогда из самых лучших побуждений, но не осознавая свой мотив, люди могут уговаривать других каким-то образом позаниматься собой или, например, внушить себе здоровье. И тогда, конечно же, клинический психолог понимает, что движет таким доброходом. Им движет вытеснение и преобразование собственного страха смерти, который, безусловно, актуализируется у человека, который сам не болен и вынужден смотреть на эту тяжёлую ситуацию и примирять бессознательно её на себя. Ну и, кстати, если уж говорить о людях, которые нас окружают, то всё же ещё бытует вот этот миф, хотя уже значительно реже, что рак – это заразно. Но нет-нет, родственники или близкие, кровные родственники, родственники совместно живущих могут транслировать эту идею. И это, в общем-то, тоже, конечно, всего-навсего вот этот фон индукции, индуцирования страхом заболевания и страхом умереть. Потому что, в общем-то, действительно, эти тяжёлые острые чувства могут сказываться и на нашем окружении, втягивая их. Иногда это может повлиять даже на, может быть, молодого и неопытного врача, но и очень часто это влияет на ближнее окружение. Поэтому в область применения клинического психолога всегда, конечно же, входят и родственники пациентов. Есть такой грустный миф, который базируется на уже научных результатах, и можно его кратко перечислить как сода, йода и сахар, когда люди, наслушавшись и, в общем, некорректно восприняв некоторые такие обрывки научных изысканий, начинают из темы вообще глюкозы перебегать в ограничение употребления сахара, или кто-то мажется йодом с ног до головы, или усиленно пьет соду. Это, конечно, довольно трудно наблюдать, и иногда приходится в своей работе и с этим тоже сталкиваться и пытаться как-то на это воздействовать. Хотя иногда бывают люди, которых поэтому разубедить практически невозможно, потому что такой миф, он иногда оказывает устойчивое воздействие на людей, которые склонны поглощаться именно мифами, о чем бы то ни было. Еще один миф касается того, что онкологическое заболевание можно излечить так, как это была бы, если бы это была доброкачественная опухоль. Но мы теперь все с вами, наверное, знаем, и с этим лучше согласиться, что онкологическая настороженность человека, пережившего онкологическое заболевание, это ведь лучшее, что может быть, потому что тогда человек, даже достигший устойчивой ремиссии, будет обследоваться достаточно часто, и коли уж ему будет суждено попасть, например, в ситуацию рецидива, он узнает об этом вовремя и снова сможет эффективно пролечиться. Злокачественные новообразования тем и отличаются от доброкачественных новообразований, что носят системный поражающий характер и относятся к тяжелым хроническим заболеваниям. «Сто лет проживу, сто лет буду наблюдаться». Еще один миф относится к тому, что некоторые люди убеждены, что депрессия – это неизбежный спутник онкологического заболевания, но это, конечно, не так. В депрессивные состояния впадают люди, которые и раньше, и до заболевания были склонны к такому распределению эмоциональной нагрузки. А вот депрессивные кратковременные реакции, реактивные состояния, они, конечно, характерны для любой ситуации дистресса, к которым и относятся онкологические заболевания. То есть действительно можно наблюдать эмоциональный спад, и тогда, конечно же, клинический психолог рекомендует, как следует его отразить, заработать слезами или другим способом, какой-то минимальной физической активностью, всем, что нам доступно. И тогда это состояние спонтанно, самостоятельно пройдет. Она носит обратимый и краткосрочный характер. То есть не все онкологические пациенты попадают в такие устойчивые состояния, как клиническая форма депрессивного расстройства. И вообще настроение не зависит от течения болезни. Хотя есть такой миф, и, как правило, у обывателей, которые мало сталкиваются с наблюдением за пациентами, не зависит настроение от того, на каком этапе заболевания находится человек. Это зависит от особенностей личности самого человека. Я уже говорила о том, что случается видеть светлых, чудесных людей на достаточно необратимых этапах заболевания. И случается видеть людей, погруженных в отчаяние, даже в состоянии устойчивой ремиссии. Все это зависит от того, какого склада человек перед вами. Ну что ж, коротко мы поговорили о мифах. А сейчас о задачах психореабилитации. Теперь психологическая коррекция в прошлом или психологическое сопровождение теперь носит более расширенный характер психологической реабилитации. И заключается оно в формировании у пациентов адаптивного отношения к тяжелому хроническому заболеванию. Это то, на что нацелена работа клинического психолога, который предлагает вам свою помощь. В ходе работы с нами у пациента вырабатывается большее самоуважение, потому что, конечно, ситуация патовая, дистресса, она сильно бьет по самооценке. И вырабатывается способность предпринимать действия более рационально, более взвешенно. Но, безусловно, по индивидуальной программе, потому что это действие должно соответствовать моему личному опыту, не моему клиническому психологу, а моему как пациенту и моим глубинным переживаниям. Потому что, помните, мы с вами уже говорили, чужого опыта в этой ситуации не бывает. И в нашей работе концентрация внимания происходит не на проблеме человека, то есть онкологическом заболевании конкретного человека, а на неприходящей ценности человеческого «я» в любой ситуации, какой бы трудной она ни казалась. И в результате работы с клиническим психологом, как правило, по нашим исследованиям, с моей коллегой в Центре онкологии имени Петрова наблюдается снижение актуальной тревоги, изменение тех самых иррациональных когнитивных установок, которые мы коротко называем мифы, изменение ложных убеждений. И это помогает человеку сместить тип своего индивидуального личностного реагирования с дезадаптационных форм, которые отравляют жизнь, на более реалистичные и адаптивные. То есть формируется конструктивное отношение к болезни. Иными словами, конструктивное отношение к болезни у пациента и является фактором, повышающим качество нашей жизни. Вот эти исследования производятся и аккумулируются, и описываются теперь уже в Ассоциации онкопсихологов Северо-Западного региона России. В нашем городе много специалистов, которые работают в этой области. Ну что ж, вечер подходит к концу. Я благодарю вас всех за внимание. И надеюсь, что больше мы не будем опутаны мифами об экологических заболеваниях. Северо-Западного региона России